I have ways of blowing things off Да, Джордж, я запомнил твое имя, чувак Он и так у нас тут сидел Ну, в смысле, когда он последний раз у нас тут сидел Когда он с Хендри, по-моему, как раз разговаривал, вам не кажется? Ну-ка Все живы-здоровы? Пока нормально Учитывая, что коп, который, по идее, должен следить за кругой, торчит в кофейне Вот это посмотри, какой дождь, Фрей Ему или в патрульной машине торчать, или в кафешке с такой витриной, блин Даже не знаю Эй, я не отлыниваю от работы Наверное Просто люблю делать несколько вещей сразу Такое не каждому под силу В смысле, и работать, и отдыхать, и одновременно? Именно Это же оксимарон Вот поэтому я и сказал, что не каждому Ладно, ладушки Мне срочно нужен эспрессо, чтобы не уснуть на дежурстве Эспрессо-то у нас просто три кофеечка мы закидываем, да? Опс Да, просто три кофеечка Кофе, кофе, кофе Звучит как чит-код какой-нибудь, знаете? Вводите такой Кофе, кофе, кофе И что-то случается А, почему-то напомнил о серии из обычного шоу Кофе, кофе Кофе, кофе, кофе Кофе, кофе Хе, опять ты со своими шуточками Как всегда, выше всяких похвал Ни я, ни моя жена такого не приготовим Мы ведь не соревнуемся А это тебе так кажется А она думает, что если сможет лучше То отобьет у меня охоту так часто сюда заглядывать Ты не так уж и часто сюда заглядываешь, чувак Пару раз в неделю Ну, это можно сказать, что регулярно Но я не могу сказать, что это часто Ну, а пока такого не предвидится Ну как, есть что рассказывать? На удивление ничего Кстати, а что это мы начали серию и не пошли читать? Пойдем читать Я уже, думаю, приучил всех О! Счастье в мгновении Часть третья Давайте Давайте уже, наверное, закончим эту историю Надеюсь, что трилогии больше продолжений не будет Как бы мне не хотелось бы затягивать этот сериал Ромео просыпается у себя дома Мало вертом в воздух Мысли беспорядочные летают по голове Пока он пытается осознать происходящее Я что, спал? Думает юноша Уж простите ему, дорогие читатели Он еще сонный Совершенно не помня, как и когда он добрался домой Внезапно Ромео замечает, что всю ночь Проспал в грязной, мятой вчерашней одежде И вспоминает Джульетта? Что с ней? Он обыскивает карманы и кровать в поисках телефона Как только руки юноши нащипывают знакомую форму гаджета Ромео тут же берет ее в руки и пишет Джульетте сообщение Следующие 14 минут и 10 секунд Хотя он сам потом не вспомнил И не вспомнил, поскольку вполне Перебивая все остальные чувства Смотрит в экран Не отрываясь от него ни на миг Вдруг телефон вибрирует И герой от неожиданности Роняет его на ковер Ромео доносится с Пола чуть приглушенный знакомый голос Ты где? С тобой все хорошо? Все в порядке у тебя? Вспытывая невероятное облегчение, спрашивает юноша Я тоже в порядке, но я думаю нам надо встретиться Что-то явно не так Ромео собирается ответить согласием Нео прерывает внезапное озарение Что-то действительно изменилось Он слишком погрузился в свои собственные мысли И переживания И только после слов Джульетте Он заметил, что чувствует себя как-то Не так, как обычно Чувствует себя хорошо Ромео заходит в кофейню И видит, что Джульетта уже пришла И сидит за столиком Попивая апельсиновые соки с стакана Юноша заказывает себе американу И спустя несколько минут Наши герои наконец приходят к тому Переходят к тому, зачем пришли Эм Начинает Ромео, усаживаясь поудобнее Что? Что вчера такое произошло? Сама не знаю Отвечает на пожимая плечами Но сегодня я проснулась И мне было так легко Да Да Вот такие какие слова можно было Описать мои ощущения У меня такое чувство Будто что-то внутри меня Чего-то внутри меня больше нет Джульетта молча кивает Помешивая остатки сока Медленно растворяющейся бумажной трубочкой Ты пом Голос подводит ее Ты ведь помнишь вчерашнее решение? А, ты ведь помнишь вчерашнее? Кажется Да Нахмуривает брови Ромео Но не сомневаюсь, что могу до конца Но не сомневаюсь, что могу до конца Верить своим Не сомневаюсь, что могу до конца Или я сомневаюсь Короче, вот эта фраза Она, по-моему, бессмысленная И как ты теперь ко мне относишься? Я не знаю Ты мне до сих пор нравишься И даже очень Но уже немного по-другому Не так, как было раньше У меня то же самое У Ромео перехватывает дыхание Что ж, черт побери Такое произошло? Джилета Прислоняется к столику Перш с него локтями И смотрит на Недоумевающего Недоумевающего Блин Ромео серьезным взглядом Я сама не понимаю Но у меня есть кое-какие предположения Возможно Пусть это прозвучит дико Но выслушай Возможно Частички наших душ Влюбившись друг в друга Каким-то образом Покинули нас в ту ночь Они исчезли Из нашего мира И улетели в свои собственные Где застыли В одном вечном мгновении Здесь и сейчас В течение нескольких секунд Ромео смотрит на Джилет С стеклянными глазами После чего Заливается смехом Ты сошла с ума Ты в курсе? Какая досада Спрашивает Ромео Это ведь я фанат Научной фантастики А не ты Как тебе вообще Такое в голову пришло? Дурак Откидываясь на спинку Стула Надувается девушка Нет Правда Продолжает Ромео Мне больше удивляет Не то что ты сказала Такое А то что ты Такое сказала Кстати да У Джилетты Подергивается губа И они с Ромео Начинают смеяться вместе И на какое-то Честное мгновение Наступает идиллия Когда их смех стихает Они просто продолжают сидеть Смотря друг на друга И улыбаясь Как в прежние времена Ромео открывает рот Чтобы озвучить Незапно пришедшую ему На ум мысль Но Джилетта Жестом остановит его Молчи Внушов вновь улыбается И поднимает руки В знак сдачи Во власти противника Ты ты говоришь Будто подобное не может Произойти Продолжает Джилетта Ну Всякое может произойти И что теперь В смысле Что теперь Ну что мы будем делать Дальше Наверное Наверное Вернемся к обычной жизни Пожав плечами Отвечает Ромео Кажется я уже Который месяц Если не целую вечность Не говорил с тобой Вот так просто И на чистоту По ощущениям Просто супер Смеет Джилетты Поддерживает Возникшую атмосферу Легкости Легкость Какую ни один из них Уже давно не испытывал Да Согласна Улыбается она Значит Двигаемся дальше Еще спрашиваешь После этой беседы Жизнь Ромео и Джилетты Продолжили идти Своим чередом Они нашли себе Спутников жизни С которыми у них Много общего Ради которых Не пришлось Жертвовать всем На свете И вместе Встретили старость Но уже не так Как любовная пара А как хорошие друзья А что же насчет Тех Ромео и Джилетты Что остались Под звездным небом В парке Они до сих пор Любят друг друга И раз за разом Переживают ту прекрасную ночь Глядя на Усыпанный Сияющим огнями Небосвод Они пребывают В мире Где никто Их не побеспокоит Где никто Не будет осуждать Их выбор Где они не обязаны Ничем жертвовать Чтобы быть вместе В этом мире Есть лишь он Она И их вечная Любовь Друг к другу Существует поверье Что ночью Когда небо Кристально чисто И на нем Видно каждую Звездочку Млечного пути А полная луна Висит на горизонте То на той самой Скамейке В том самом парке Можно заметить Молодую парочку Спокойно Наблюдающую за небом Но только если В вашем сердце Найдется свободный угол Для любви И только лишь Краем глаза Правдиво ли поверье? А вам точно Нужно знать В конце концов Не так уж и важно Для всех нас И уж тем более Для тех двоих Ну кстати Знаете Окончание Мне понравилось Оно не стандартное Оно Имеет некий Твист Такой Конечный И Под конец Мне вообще Показалось Вот этот Абзац Последний Мне показалось Что я читаю Про историю Города Мори Если что Привет фанатам Джоджо Кто знает Мори Мори Ладно Это уже такое Нет Мне понравилось Немножечко затянуто На мой взгляд Потому что Три дня Это читать Это сгодилось бы Как Вот в сборник Рассказов Но не как Разбитая на Три статьи Нам не интересно И к тому же Это отличается От истории Наших Ромео Джилеты Которую Про которую Мы узнали В позапрошлой серии Как у них Все закончилось У них вроде Как все хорошо И так На удивлении Ничего Впрочем Надо Приглядеть За этим местом И Че ты улыбаешься Я серьезно Ты ведь была Здесь последние Два дня Так Да Была И все это Время Тут что С чем С чем Творилось Будто Небеса хотели Чтобы я Сама Поучаствовала В материале Для своего Лучшего Для своего Будущего Романа Ты все Ищет За свой Роман Ну Дедлайн Все ближе И ближе А Да А Как Продвигается Я В плане Объема Все более Менее По уму А вот В плане Качества Если честно Мне кажется Все идет Неплохо Что Что Ж Удачи Есть новости По поводу Последних Есть новости По поводу Последних Двух дней Насчет Того Дела С оборотнем Я Пообщался С Галой А Собирайтесь Ты его арест Все равно Все равно Не смог Ничего Сделать Так Ух Я бы на тебя Рассердилась Если бы ious Рестовали Ты бы этим Все равно Ничего не добилась Не знаю Что насчет отца Рэйчел? Что вообще произошло? Я сам не особо представляю. Основные события происходили далеко отсюда. Да? Ага, похоже, дело было неподалеку от места проведения Каучеллы. Это же очень далеко. То есть, не то чтобы так далеко, но он бы сюда не дошел. Точно не в его состоянии. Пока что ничего больше сказать не могу. Я, кажется, знаю, кто приложил руку к тому, кто его избил. Рэйчел. Рэйчел. С Хэнри все в порядке? Можно сначала заказать чашку горького шоколада? Так. Ну, типа, вот максимально горький. Горький шоколад, кстати, да? У нас шоколад. Спасибо. С папой все будет хорошо. Он начнулся сегодня днем. Только мы чувствуем... Мы совсем чуть-чуть опоздали. То есть, ему не оказали своевременную помощь. Поэтому часть травм могут остаться с ним навсегда. О, нет. Возможно, он больше никогда не сможет нормально ходить. Все из-за меня. Из-за того, что я его не услышала. Не понимала, что он просто хотел меня защитить. Видите? Я же сказал. Я же сказал, что я говорил. Рэйчел. Ты не виновата. Только не сердись. Ну, может, тебе стоило остаться рядом с ним в больнице? К нему пришли его друзья. Я сейчас не могу находиться в одном помещении с любым... С людьми, которых даже не знаю. Кроме того, мне было очень нужно сменить обстановку. Так что я сказал папе, что зайду сюда немного развеяться. Он согласился? Отнесся с пониманием. Эта фраза, кстати, в последнее время имеет такое немножечко значение. Думаю, он всегда ко мне так относился. С пониманием. Рэйчел. А что на самом деле случилось в прошлой ночи? Папа ввязался в драку с какими-то отморозками. Услышал, как они обсуждали меня. Говорили о всяких непристойностях и извращениях. Естественно, он разозлился. Так что превратился в кота. И начал драться с теми отморозками. А зачем он превратился? Сколько бы, по-моему, очевидно. Даже в преклонном возрасте коты являются гораздо более мобильными и более шустрыми. То есть, так бы, но он пару раз кого-нибудь ударил бы, его свалили бы. А так он прыгнул кому-то на голову, разодрал лицо, порвал другому руку, скорее всего. Чтобы никто не увидел его человеческую форму. И не понял, что он как-то связан со мной. Полицейские приехали на место драки. Собрали показания нескольких свидетелей. И в итоге нашли тех ребят фанатами. Нет. Куда хуже. Они работают на Хагена. Я же сказал, что это... Ну, я в начале этого разговора сказал, что я знаю, кто это был. Это был агент, естественно, Хаген. Он решил отыграться на бате за... Ну, я понимаю, что это не они на него напали, но я думаю, что они его спровоцировали. И эта драка подстроена. Чего? Блин, что ты удивляешься? Это было логично. А нашли их так быстро потому, что к тому времени их уже арестовали. Так вот, вечеринка сошла слишком далеко. Ничего себе. И все это как-то связано? Дед Морозки оказались охранниками Хагена. Они болтались без дела после того, как закончился концерт, готовились к вечеринке. Ну, и вы же понимаете, о чем разговаривают мужчины в такой обстановке. Ну да. Что, в смысле, ну да, мужчины нормальные разговаривают о нормальных вещах. Какие извращения... Блин, что за гон такой сейчас пошел на мужчин? Ну вот, этим они и занимались. А объектом обсуждения выбрали меня. Да. Ну вот и все. Сочувствую. Ты была права на счет той вечеринки? Хорошо, что меня там не было. И снова мой папа за меня... Ну это все нормально. Эй, все нормально. Главное, что с тобой все в порядке. И с твоим папой тоже все обошлось. Надо было его послушать. Может, он и остался бы... Может, он и отстал от индустрии. Только опыта у него все еще куда больше, чем у меня. И он мой отец. Вот бы мама была с нами. Она бы знала, как поступить. Знала бы, что сказать папе, когда он восстановится. Хочешь мое мнение? Уверена, ты знаешь, как поступить. Ты ведь взрослая, забыла? Ну я не знаю. Знаю только, что мне нужно быть рядом, когда... Вот именно. Больше ничего и не нужно. Может, странно слышать такое от Фреи. Но она права. Будьте рядом с ним в трудную минуту. А когда понадобится расслабиться и развеяться, вам здесь всегда рады. Ребята, спасибо вам. Мне уже лучше. Пойду обратно в больницу. Спасибо за известие, Рэйчел. Желаю вашему отцу скорейшего восстановления. Спасибо, Аллышки. Да уж. Ну и выходные. А-а, довольно безумные. Ладно, мне нужно работать. На выходные выдались странные. В целом, в округе пока... В округе или в округе пока все в порядке. Но не снижайте бдительность, ладно? Так точно. Спасибо, что проведали, Джорджи. Ладно, пойду. Джорджи на фоне Фреи смотрится каким-то маленьким, несчастным и грустным. Фреи, тоже уходишь? Вряд ли. Я достаточно хорошо отдохнула, и у меня еще куча ненаписанного материала. Еще не устала? Определенно нет. Вообще, думаю, что уже сегодня все заделаю. О, ладно. Тогда не буду отвлекать. Отвлекай на здоровье. Если б не ты, и не твоя кофейня. Во всей этой затейке с книгой и не было бы. Так что спасибо. Тебе спасибо. Давай закончим болтать по пустякам. Тебе нужно работать над книгой. Приступаю, шеф. А почему такие вечера короткие стали? Эй, вы че? Так, ладно. Посмотрим, как оно... Просто пару серий назад я такой в фигасе. У нас серия пошла на 40 с чем-то минут. И тут бах, одна серия маленькая, другая серия маленькая. Короче, ладно. Сейчас мы будем заканчивать. Но я посмотрю, как оно пойдет дальше. Я не знаю. Можете мне написать, кстати, в комментах. Хотя две недели спустя... Давайте газетку посмотрим. Все больше женщин открыто заявляют о лжи Хагена Рассера. Ну, понятно, да. Пошла волна, и все вдруг вспомнили, что когда-то у них были с ним проблемы. Возможная вспышка Герпеса на фестивале Каучелла. Да, фестиваль Каучелла вызвал существенное увеличение потока туристов в Сиэтл. И какой-то график. Ну, типа, да, они сейчас на приросте. Ладно, ребят, в самом деле, давайте тогда на этом заканчивать. Но пишите в комментах, что вы думаете. Хотите ли вы серии подлиннее? Может, нам как-то комбинировать, если серия меньше 20 минут? Делать ее как-то двухсерий, ну, как бы двухдневной? И пишите, что вы думаете. Вообще, стоит, не стоит оно того? Мне интересно, мне очень интересно играется. Я бы, например, сейчас с удовольствием записал бы второй день. Так что после этой серии напишите, пожалуйста, в комментах, что и как. Потом уже будем решать. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Бабра-бабра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!